Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Кутепов Денис, я врач-хирург высшей категории, стаж работы 10 лет. И это очередной выпуск рубрики «Консультация хирурга», где я отвечаю на ваши интересные вопросы по темам хирургии, медицины и здоровья. И мы начинаем. Сразу же переходим к первому комментарию. Мне, когда в клинике делали операцию в горле и в носу, доктор сказал, что на ноги обязательно одевать компрессионные чулки, которые при варикозе носят. У меня варикоза нет, не пойму. При чем здесь операция в носу и ноги? И чулки он сказал, у них в клинике в аптеке купить. Наверное, помочь аптеке выручку сделать. Тут уже пока я, пока меня не было, ответили на этот комментарий. Дескать, в организме все взаимосвязано. На попе волосок вырвешь, из глаз слезы пойдут. Ну, в общем-то, верно, конечно. Все взаимосвязано. Но вопрос в чем? Зачем одевать чулки при операции в носу? Тут дело-то, в общем-то, не в операции, а в том, что операция вам проводилась под наркозом. А наркоз – это провоцирующий фактор для тромбоза. Под наркозом человек долго находится в вынужденном положении лежа. Он максимально расслаблен. Расслаблен так, как он не бывает расслаблен даже во сне. То есть, там еще миорелаксанты добавляются, расслабляются мышцы. Максимально замедляется ток крови в ногах, в глубоких венах. И это является провоцирующим фактором тромбозов. Образуются тромбы в глубоких венах, которые потом могут выстрелить куда угодно. Чаще всего в легочной артерии очень такое опасное осложнение любой операции в послеоперационном периоде – это ТЭЛО – тромбоэмболия легочной артерии. Ну, может быть и инсульты, инфаркты, все что угодно. И вот, для того, чтобы произвести профилактику тромбоза глубоких вен нижних конечностей, при любой операции под наркозом рекомендуется одевать компрессионные чулки, которые носят, все вы верно сказали, люди при варикозе. Когда вы одеваете компрессионные чулки, поверхностные вены у вас сжимаются, сдавливаются этими чулками, и за счет этого кровоток, отток венозной крови от ног идет исключительно по глубоким венам. Соответственно, до этого кровоток разделялся и туда и сюда, а потом поверхностные вены задавили чулками, и кровоток пошел только по глубокой системе. Естественно, через один и тот же сосуд, когда проходит больше крови, скорость при этом увеличивается. А когда увеличивается скорость тока крови, это является защитным фактором от образования тромбов. Вот и все. Но про волосок на попе мне понравилось. Ну и последние сразу два разных комментария, но суть у них одинаковая. К последнему моему видео, где я рассказываю о том, в каких продуктах содержится максимальное количество витаминов и микроэлементов. Первый комментарий. Как вы относитесь к маслу черного тмина? Много слышу, что это масло усиливает иммунитет, а также полезно для здоровья в целом. И второй комментарий. Как я отношусь к рыбьему жиру? Разные вопросы, но суть у них одна. Отвечу по порядку. К маслу черного тмина я отношусь нормально. Но для чего выделять из него масло и пить только масло, когда можно взять просто черный тмин, перемолоть его и съесть все, что в нем содержится. Не только масло. В черном тмине очень много полезных веществ. Это семя. Семя это кладезь полезных веществ. Витаминов, микроэлементов, биологически активных веществ. Очень много всего полезного в любом семени. Семечки. А то сейчас подумаете еще чего. Так вот, зачем выделять масло и пить только масло, когда можно просто перемолоть и взять все полезное от этого семечка? Вот этого я не понимаю. Ну а по поводу рыбьего жира. Да хорошо я к нему отношусь, к рыбьему жиру. Но самый лучший рыбий жир, где находится? В рыбе. Конечно же в рыбе. Зачем пить рыбий жир? Пить таблетки там с рыбьим жиром? Или даже микстуры. Вот эти вот всякие. Рыбий жир. Ложечкой. Когда можно просто кушать рыбу. Желательно несколько раз в неделю. Ну через день вообще в идеале. Кушать рыбу, жирную рыбу. У кого денег больше, кушайте красную рыбу, форель, семгу. У кого меньше, кушайте селедку. Тоже прекрасно. Хорошая жирная селедка не сильно так уступает по полезности той же самой семге. Но помимо этого рыбьего жира, который будет в этой рыбе, вы получите еще много, опять же, витаминов, микроэлементов, белков. Опять же, наедитесь, а не просто выпейте таблеточку. Кушайте продукты. Привыкайте получать все витамины, микроэлементы, все, что нам нужно из продуктов. Это самый лучший и верный путь.